Российские военнопленные дали свой первый комментарий и рассказали всю правду, что творится в Украине. Ну и уже на территории России. Наши ребята уверяют, что главные ударные силы были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. Вы их видели? Конкретно мы, да. Кого? Американцы, поляки. Участвовали бы здесь. Первые заходили натовцы, после зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. Вот так оно и бывает. Натовцы в плен не берут, но их взяли. Также российские пропагандисты берут интервью у местных жителей. Случайных, естественно, местных жителей, которые рассказывают про французов, поляков, немцев. Ну, в общем, как всегда. Украинцы, говорят, да, тоже есть такие злые, неадекватные. Ну, хотя бы, может, через одного. А вот заходили поляки и грузины. Это, говорит, зверье самое натуральное. Йеменские хуситы опубликовали кадры запуска ракеты по Израилю. Израиль предупреждал, если подобная атака будет, то они жестоко за нее заплатят. Но они продолжают провокацию в отношении Израиля, чтобы потом Израиль обвинять во всех смертных грехах. Соединенные Штаты не хотят рисковать перезагрузкой с Россией. Как пишет издание, администрация Байдена не хочет ставить под угрозу будущую перезагрузку отношений с Москвой. Поэтому постоянно меняют причину отказа в разрешении использовать их оружие для ударов по объектам на территории России. При этом журнал отмечает, что настоящая причина нежелания Байдена менять подход в этом вопросе почти наверняка заключается в страхе перед российской эскалацией. Если страны Запада и Соединенные Штаты Америки продолжат бояться Путина, то эта война будет проиграна и проиграна не Украиной. Проиграна будет всем демократическим сообществом. Ведь Путин на Украине не остановится. Если это прокатит, не остановится он. Активист из Гомеля попал в лагерь для беженцев в Словакии и рассказал, что там происходит. Эта фотография сделана им же, но уже в больнице. Он объявил голодовку, потому что там происходит полнейшая дичь. Я даже на всякий случай уточнил, Евросоюз ли это. В лагере просто скотские условия, отсутствие полноценного и здорового питания, антисанитария, условия проживания похожи на тюрьму. Отношение персонала примерно такое же. Не закрыты базовые человеческие потребности. В помещениях очень холодно, в душевых отсутствует горячая вода, вода течет еле теплая. В лагере режим, по которому мы все ограничены в свободе на передвижение. Отсутствует возможность образования для детей. Людям требуется серьезная помощь. Помощь правозащитников, юристов и мирового сообщества. Павел Павлович Латушка получил данную информацию и обязательно ее передаст в надлежащие органы. В Беларуси помиловали еще 37 политзаключенных. Сообщается, что там снова старики, сильно больные люди и женщины. Лукашенко перед выборами начал играть. Одних он садит, вторых освобождает. Таким образом создает ауру вокруг себя. И забирает в информационное пространство. Ведь он знает прекрасно, как важна для всех тема политзаключенных. И именно на этом он играется. Не смог их продать и будет шумовую завесу создавать. Вот так он к людям относится. Путин мобилизует всех своих вассалов на то, чтобы уговорить Украину на перемирие по линии фронта. В общем, ситуация такая, что все страны постсоветского пространства говорят о мире, о договоренностях. Но на тех границах, которые сейчас существуют. Ну, естественно, про российские территории речи не идет. То есть украинцы должны уйти с российской территории, а россияне не должны уходить с украинской территории. И на этом как бы договорились. Но никто не говорит о том, что дальше будет. Через какой период времени он снова нападет. С Путиным нельзя договариваться. Ведь он недоговороспособный. Человек, который не держит слова. Человек, который нападает на страны, которые язык, например, запрещают. Хотя в Украине его никто не запрещал. С Путиным нельзя. И я на самом деле никак не удивлен. И я на самом деле никак не удивлен. Ведь для них это норма. Так называемый председатель Гомельского горосполкома заверил горожан, что дым и вонь в Гомере, которую он назвал дымкой и небольшим запахом, не должны волновать жители города. Действительно, а чего они должны волновать жители города? Если приказа не было волноваться. То, что люди задыхаются и вонь страшнейшая, никого не должно волновать. Просто гигант мыслей, так скажем. Во Франции заблокировали доступ к телеграм-каналу Russia Today. Интересно, почему так произошло? Можете написать в комментариях. Трамп заявил, что из-за риторики Джо Байдена и Камалы Харрис в него стреляют. В него снова стреляли. Стрелка задержали. Это пожилой человек, который поддерживает Украину. Ну, в общем, все по стандартам. Я не исключу, что после выборов он будет ходатайствовать об освобождении этого человека. Мол, простил его. Ну, выглядит это реально смехотворно. Гуру Украины заявила об убийстве российского военкора. Сообщается, что нападение на него произошло 15 сентября. В результате пропагандист умер. А российские пропагандисты заявляют, что он не умер, находится в больнице в тяжелом состоянии, но все еще жив. В Курской области принято решение об обязательной эвакуации из Рыльского и Хамутовского районов, сообщил губернатор. Таким образом выглядит российское контрнаступление. Что скажешь, просто позиции удобные выбирают. Путин увеличил штатную численность войск Российской Федерации до 2 млн 389 тыс. человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Согласно прошлому указу, численность военнослужащих составляла 1 млн 320 тыс. человек. Очевидно, что Путин готовится к эскалации и не собирается останавливаться. Или пытается показать мощь своей армии, чтобы запугать Европу и Америку. В Беларуси пропал гражданин Латвии. Телефон мужчины недоступен. По информации родственников, 12 сентября с белорусского номера им позвонил неизвестный и сообщил, что мужчину арестовала милиция. Дальше по этому номеру связаться было невозможно. Так, случайно пропал в Беларуси еще один иностранный гражданин. Лукашенко столько их наберет из-за того, что Шенген открыл. Доступ в общем-то в страну для всех иностранцев, что потом будет чем торговаться с Евросоюзом. Гениальный политик, просто человеческими судьбами, как ваучерами. В программе у Соловьева придумали создать макеты стран на собственной территории и шандарахнуть ядерными бомбами, дабы всех испугать. А давайте построим на новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя бы центра Сити, пусть будет просто Сити. И бахнем. И еще Вашингтон, вот этот центр, где стоят колонны, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением, возможно, применением у нас подготовленный полигон. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и паразит. Вот где 150 килотонн тротилок виллентных, паразит Вашингтон и Лондон. Ну а почему бы и нет? По собственной территории они уже давно собираются шандарахнуть. Еще и Пригожин говорил о том, что есть у них такие намерения. Вот и шандарахнут. А как люди, не важно, главное напугать весь мир. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока!